Всем привет! Сегодня с вами боевые ботаники. Как и всегда, впрочем. И сегодня Антон Шаманин покажет нам свои любимые связки и комбинации тхеквандистские. Ну, мы сегодня коснемся не только связок комбинаций, но и одиночных каких-то ударах определенных. Один из таких, скажем так, любимых моих одиночных ударов, которые, ну, большой коэффициент попадания было в голову именно. Это удар ближней ногой до лючаги. Подменяем, пожалуйста, стойку. Значит, я всегда работал с разноименной стойкой, чтобы удар был со стороны спины. Потому что, когда противник стоит боковой стойки, у него ограничено периферийное зрение, и поэтому с этой стороны, если правильно быстро наносить удар, то его практически, ну, не видно. Я всегда работал в челноке. Вариант выполнения просто одиночный удар, когда ты двигаешься и сразу же сходу начинаешь бить. То есть здесь именно, когда бью одиночно, здесь очень важно быстрый подъем бедра, фаза заряда на долю чаги и высокий подъем бедра. Женя сейчас держит, ну, он чуть пониже. Если я говорю про противника выше меня или моего роста, то мне нужно бедро поднимать еще выше. То есть тактический выполнение этого удара часто бывает, когда ты стоишь в разноименной стойке, выдергиваешь и выполняешь удары на средний уровень. Это может быть как основные удары, так и разведывательные. То есть просто это легко раскинул, в подставку попал рядом, раскинул здесь одиночный удар. И когда уже противник больше привык принимать на нижний уровень, на средний, отсюда ты выполняешь удар со стороны спины. Так как я работаю в разноименной стойке, то я сразу в этой стойке исключаю выполнение удара в разрез твичаги, потому что он не ударит левой ногой, это будет нелогично с этой стороны. Это раз. И второй момент, что, так как я бью на атаку, то после сближения, если противник остается на месте, я перехожу сразу же на руки. А почему он левой ногой не ударит? Нелогично. Потому что в спину, во-первых, не бьют. У нас есть вариант по прямой линии. Я могу выполнять с подшагом, могу выполнять с проездом. И вариант с подшагом, под углом. То есть, опять же, здесь я еще больше ухожу от периферийного зрения партнера. То есть, еще меньше даю его увидеть, мою плоскость. И отсюда выполняю долю. Ну, после доли очень часто идут руки, потому что это хорошее положение здесь, чтобы постановку выполнять дополнение руками. Также выполняем продолжение все со стороны спины, когда мы делаем импульсный удар. То есть, я поднимаю одну ногу, а удар выполняю другой ногой. Только я сейчас... Самый простой вариант, это атакующий, когда я делаю это вперед движение. То есть, у нас это движение может быть как и удар полноценный. То есть, я могу ударить обчаге, перевести на долю. Так я могу просто сымитировать удар, перенести на долю. И как усложнение варианта этого удара, я смещаюсь этим же импульсом, я смещаюсь назад. Здесь дальше тоже более такая сложнокорминационная уже комбинация. Когда я выполняю удар и ногу ставлю не вперед, а назад, сохраняя дистанцию. То есть, получается, что здесь я сохраняю дистанцию для нанесения второго удара ногой. Самый банальный, и часто тоже иногда применяют, это через повтор. То есть, я выполняю обчаги, переношу на долю чаги на голову. Удар с дальней ноги. Это техника превращения. Когда я выполняю удар обчаги, показываю на обчаге, а потом перевожу на голову, выполняя уже долю чаги. То есть, тоже тактическое применение. Я выдернул, начал выносить и перевел на голову. Но такие вещи проходят с опытными спортсменами, потому что, если с тобой стоит новичок, он даже не поймет, что это был финт. Тоже вариант исполнения, когда мы уходим под углом, мы уже выполняем не один-два, а три удара. То есть, я также выполняю долю со смещением под углом, и тут же перехожу после доли на живот на нэрю чаги. Причем, что частая работа идет не на один уровень, то есть, у меня получается три удара, и три удара голова, живот, голова. То есть, если противник будет перекрываться, я все равно найду, где попасть ему в открытую часть туловища, либо голову. Следующий вариант, это больше на ошибок, которые делают сейчас спортсмены. Шаг передней ногой, разворот в полуфронтальной стойке, я не раз это показывал, это удар рукой. То есть, вот Женя держит вот так вот здесь руку, и когда оппонент выполняет любой удар ближней ногой, выполняй, я выполняю удар дальней рукой. Удар дальней рукой выполняется, либо я принимаю, блокирую рукой, рукой ногу не сблокирую, то есть, я ее немножко контролирую, опуская вниз, здесь, выполняю удар дальней рукой. Если мы говорим о юбчаге, против юбчаги это может подействовать, если много ошибок у вашего оппонента. Здесь есть вариант со смещением вот вперед, как я делал, а самый сложный вариант, когда он начинает, но это на атакующей действии, то есть, не когда он с места бьет, а когда он делает проезд, либо с подшагом начинает, я ухожу сюда за спину. То есть, здесь сложнее удар, потому что тебя могут просто выцепить. Одно из выполнений тоже, значит, удара, это техника повтора через вращение. То есть, я сейчас выполняю твичаги и, не опуская ноги, выполняю этой же ногой повтор долю. Здесь тоже важно соблюдать дистанцию, то есть, отсюда я стою и здесь выполнил долю. Дистанция может быть либо для отпрыгивания, когда я должен сместиться назад за счет откидывания передней ноги на реверс и здесь сразу же долю. Это не получится 100%, если не будет работать туловище и рука. То есть, здесь важно вот это вот открытие. Удары бьются на разные уровни, удары выполняются в прыжке и где-то через подшаг. Следующая комбинация, значит, когда у нас бьющая нога, в редких случаях, ну, это чисто с точки зрения тактики и соблюдения дистанции, ставится назад. То есть, я это редко делаю, но бывают такие ситуации. В последней связке уже дополнили классическую работу руками, это двойка руками в прыжке. Тоже один из любимых моих ударов – это Нэрю Чаги. В прыжке с двух ног я бью на атаку. Здесь тоже очень хорошая стойка. С этой стороны Нэрю часто тоже не ожидают. И выполняется движение с двух ног. Как я говорил уже в других программах, что в Тэквондо очень популярно выполнять бэкфист ближней рукой. То есть, он больше работает чисто на очки и как тактическая заготовка, что потом можно ударить ближней ногой. То есть, мы двигаемся так же, выдергиваю, и здесь движение выполняется либо с шагом, либо с подскоком. Выполняется как и в одноименной стойке, то есть, с этой стороны я выполняю, так и в разноименной стойке. В одноименной стойке опять есть опасность получить в разрез удар ногой Твичаги. Как вариант в Тэквондо сейчас применимо, я редко применяю, но это такой зрелищный удар. Это бэкфист с разворотом в прыжке. Как я уже говорил, что в прыжке попадание руками дают 2 балла. То также спортсмен двигает, так как в Тэквондо много ударов с вращением. Люди, некоторые привыкают к этому, и при вращении думают, что удар будет ногой. А здесь начинается выполнение бэкфиста. Это бывает иногда как и на атаку, а так и очень высоко специально спортсмен выпрыгивает, через паузу ударит. Но это больше зарабатывание очков, то есть, какого-то вреда не принесет. Но зато удар виден будет для судьям точно всем. Бэкфист с ближней рукой очень хорошо бывает, когда передней ногой тоже начинает спортсмен бить, идет вот такое напрыгивание. Это как куракен такой каратистский, да? Да, похоже. Его очень часто применяют, есть кикбоксинг, point find, по-моему, называется, где они работают до 1 балла. Попал, очко дали. И у них вот эти вот одиночные вещи какие-то, вот такие вещи очень популярны, очень много тэквондистов там выступает, безумное количество. Удар действительно хороший, потому что ты за счет того, что ты ложишься на ногу как бы оппонента, ты туда бьешь и зарабатываешь баллы. Причем, ну, конечно, с таким ударом можно и сечку получить. К сожалению, больше, когда я уже закончил спортивную деятельность, тоже у меня стали быть излюбленными ударами, это удары руками по туловищу. Это удары как могут быть и одиночные, так и после рук, где-то в разрез. В тэквондо очень редко кто выполняет удары по туловищу. Если вы видите, что спортсмен бьет либо ближней, либо дальней рукой, то, скорее всего, это спортсмен довольно-таки с большим опытом, потому что подойти на дистанцию и ударить по туловищу на дистанцию ноги чревато тем, что вы получите удар в разрез ногой. Это может быть как одиночный удар, но для этого нужно, опять же, чувствовать дистанцию в сокращении, когда ты раздергиваешь, раздергиваешь, ногой прикормил и отсюда движение. Обычно я смещаюсь вперед, потому что с такой дистанцией я здесь все равно могу пропустить встречный удар с разворотом или ближней ногой, поэтому изначально, когда я бью, я сразу же смещаюсь здесь. Также можно выполнять ближней рукой, но ближней рукой тоже опасно, поэтому здесь он больше одиночный удар, то есть когда у тебя дистанция позволяет, раз, и ушел. Очень хорошо удары по туловищу выполнять именно в разрез, особенно когда часто выполняют удар дальней ногой, то есть уже не начинает дальней ногой бить, здесь. Ближней рукой, дальней рукой, также ближней я могу бить, когда он начинает только движение, здесь. То есть удар непосредственно идет в разрез. А это любимые комбинации, они были только тэквондистские или когда-то там спрингуешь, допустим, с тайбоксерами, с кикбоксерами, с каратистами, их можно? Я скажу по секрету, что весь спарринг вообще, они не могут быть какой-то любимой комбинацией. Есть связки, то есть здесь я показывал комбинации, связки какие-то, разные удары разными ногами с вращениями, которые в момент спарринга могут выйти с любым спортсменом, то есть в зависимости от ситуации. Ну, здесь не надо, ты говоришь, ну, с тайским боксером, какая разница, ну, ничего от этого не меняется. То есть эти связки работают не только по правилам тэквондо? Нет, нет, по любым правилам, где есть удары ногами. Ну, я надеюсь, зрители дорогие, вам это тоже пригодится, даже если вы занимаетесь не тэквондо. На этом все. Подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем мира. Если вы любите единоборство и боевое искусство, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Советую вам посмотреть и другие наши видео. В описании этого ролика на YouTube вы найдете ссылки на лучшие плейлисты боевых ботаников и другую полезную информацию. А эксклюзивные кадры со съемок и закулисная жизнь ведущих канала только в нашем инстаграме.